Конверсия сайта. Что это за непонятная штука? Зачем ее мерить? И почему вообще про нее так много говорят? Об этом вы сейчас прямо и узнаете. И как эта штука влияет и на продажи, и вообще на маркетинг в целом. Здравствуйте, друзья! С вами Павел Лебедев, канал Маркетограф. Мы сейчас разберем от и до, что такое конверсия и какие показатели конверсии вообще нормальные. Оставайтесь и смотрите до конца. Итак, дорогие друзья, давайте разберем, что такое конверсия и вообще зачем это нужно и почему это важно. Принципиально просто это следующее. Вот, например, у вас есть тысяча человек, которые зашли на ваш сайт, на страницу, но из них только 100 человек или даже меньше, например, 50 человек оставило заявку. Получается конверсия. 50 делить на 1000 – это всего лишь получается 5%. Так вот, конверсия сайта получается из кликов заявку 5%. По большому счету конверсия – это отношение одного количества на другое. То есть сколько людей перешли на следующий этап, воронки на следующий этап продаж, к тому количеству людей, которые еще не дошли на этот этап. Это используется показатель специально для следующего. У нас есть такое понятие, как воронка продаж. Что это такое? Например, мы показываем рекламу 100 тысячам людей, например, в сообществах, у блогеров и так далее. 100 тысяч людей увидели нашу рекламу, и из них 1000 человек кликнуло на сайт. Это у нас клик, это у нас просмотр. Так вот, конверсия из просмотра в клик получается сколько? 1%. Мы вот это делим на вот это. Получается такая история. Потом 1000 человек кликнули на сайт, из них 50 оставили заявку. Это значит, что 5% – это конверсия сайта из одного в другое. 50% оставили заявку, из них только 25%, которым реально надо. Это называется квалифицированные лиды. Это значит, что 50% из тех заявок, которые у нас есть, реально квалифицированные лиды. Из этих 25% людей, например, 15%, они дошли до следующего этапа. Следующий этап – это, например, у нас встреча. Может быть такое, встреча или, не знаю, расчет и так далее. Это какой-то следующий этап здесь. Это значит, что конверсия отсюда сюда у нас получается сколько? 60%. И вот из этих 15%, например, только 10% купили что-нибудь. И если 10% купили, то это получается у нас здесь 66% конверсия. То есть, зачем нам нужно мерить конверсию? А нам нужно мерить конверсию для того, чтобы найти те самые дырки, где у нас конверсия слишком низкая. Это значит, что в этих местах есть какие-то проблемы. Почему у нас только 50% заявок действительно квалифицированы? Это значит, что, возможно, у нас трафик не совсем правильно идет сюда, раз не все из них действительно наши. Значит, нам не нужно на них тратить время или, может быть, квалифицировать раньше. Почему у нас всего 1% из тех людей, которые нас увидели, реально кликнули? Может быть, мы показывали не тем людям? И вот на эти вопросы помогает ответить понимание, какая у нас конверсия. Поэтому ее так важно замерять. Но если мы уж говорим про конверсию, есть еще несколько терминов, которые нужно знать. Вот это вот первая конверсия, это когда люди кликнули, ну, первый уровень конверсии. Из просмотра в клик, это первый уровень конверсии. Второй уровень конверсии, это вот получается здесь. Третий уровень конверсии здесь. Ну и так далее, вы понимаете. Что считать первым уровнем конверсии? В каждом случае считается индивидуально. Например, если мы воронку смотрим только вот так, то тогда первым уровнем конверсии будет конверсия из клика в заявку. То есть вот эта вот штука. Тяжело пальцем дотянуться, но я покажу. Вот примерно вот это будет первый уровень конверсии, это второй уровень конверсии И по большому счету в маркетинге, когда мы уже оптимизируем работу и улучшаем что-то Нам нужно знать вот эти конверсии, чтобы знать, что именно мы хотим улучшить И отсюда будет уже понятно, что мы делаем дальше Если уж говорить про типовые показатели, то обычно в среднем показатели, которые считаются на данный момент плюс-минус нормой Это может, конечно же, отличаться в зависимости от ниши и может быть где-то выше, где-то ниже В зависимости, опять же, от аудитории, от трафика, но плюс-минус следующие показатели То есть из количества просмотров, количества кликов, 1% это считается хорошей конверсией Потому что реально может быть и полпроцента, и четверть процента, и это нормально Поэтому реклама показывается, особенно если мы говорим про Яндекс Директ, SEO и так далее Мы показываем большому количеству людей и совсем немногие из них кликают Ничего страшного, потому что чаще всего в такой рекламе люди платят за клик Следующая, конверсия из клика в заявку, 5% это считается очень неплохой для сайтов типа лендинги Хотя я знаю много сайтов одноэкранных, на которых конверсия может достигать и 25, и 40% И это тоже хорошо, и это нормально Но это часто говорит о том, что просто горячая аудитория заходит сюда Те люди, которые уже прогреты были заранее, и они уже точно знают, чего они хотят И им просто уже ничего больше не нужно Они заходят на сайт формально просто, чтобы оставить заявку Конверсия здесь еще может не означать достаточно много Например, для интернет-магазинов неплохой конверсией считается где-то полпроцента или 1%, но это конверсия в покупку В корзину могут положить гораздо больше людей, но реально купят из них совсем немногие То есть в интернет-магазине вот эти вот параметры, они будут чуть-чуть другие в конверсии Дальше из заявки в квалифицированную 50%, опять же, зависит от трафика Где-то это нормально, а где-то это прям слишком дорого Из квалифицированных в следующий шаг, по идее, должны проходить практически все Потому что мы же поняли, что это те, которые нам нужны Почему тогда они не проходят дальше? И таким образом дальше мы проходимся по остальным параметрам конверсии Ну что ж, я надеюсь, теперь у вас есть понимание о том, что такое конверсия Где она применяется, зачем она нужна и какие плюс-минус хорошие показатели конверсии Опять же, не привязывайтесь к цифрам, которые я назвал Потому что в разных нишах, а уж тем более со временем, эти цифры могут кардинально поменяться Я вас попрошу в комментариях напишите, какие у вас нормальные показатели конверсии Конверсия из чего в чего Например, из отправленного письма в открытие e-mail письма Из открытия e-mail письма в клик Или из посещения сайта в заявку Напишите ваши нормальные показатели конверсии Пускай для других это будет пример, что можно считать нормой, а что будет хорошо Так что с вами был Павел Лебедев Ставьте лайки, если это было полезно Делитесь этим с друзьям, тем более, если это было полезно Ну и не забывайте подписываться на канал Ну, делайте наш мир лучше И всем хорошего дня, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok